мы пытаемся найти какой-то способ вот и смотрим в ютюбе трансляция комментировать могут только первые 100 правда перегруженного перископ не бывает а вот не знаю не знаю вот мы сколько раз выходили столько раз нам там говорили кроме того я пытался посмотреть несколько и они что-то не очень шли то есть тоже вот так они висели такая решеточка идет и ничего не видно сразу на нескольких каналах поэтому так вот я понял и перископ бывает перегруженный чужим не быть перегруженным спать не хочется мы позднее птички мы обычно ложимся между часом и двумя а сейчас еще совсем даже рано у натальи по 300 человек и все хорошо общаемся ну 300 у нас пока вот нету зато мы сегодня в ютюбе пошли там посмотреть что у нас получается было больше 400 вот так что у нас всего в перископе подписчиков что-нибудь к 500 сейчас приближается где-то 400 там с лишним по моему я могу уточнить там глянуть или наоборот 400 приближать викуля привет улей я даже не знаю это они видны друг другу привет и передают там как-то без нас давайте стрим на ютюбе сделать так вот делали только что делали стрим на ютюбе вот пять минут назад закончили 483 подписчик значит 500 к 500 когда вы прошлый раз выходили вот я как раз вот с этого вот бэкграунда был там было где-то 260 эдуард баев тут это его приветствует пропустил кто чем пропустил но ничего мы сейчас наладим нам нам существенно научиться это делать там дальше уже проще будет привет вам с миссури это можно сказать любимые края дяди тома хижина которого всем известно миссисипи там миссури поговорить на тему как стать программистом откуда же я знаю я же не программист привет из киева спасибо за ответ на вопрос в ютюбе из ульяновска бывал бывал в ульяновске в год столетия со дня рождения владимировича ленина в семидесятом году бывал школьником после в седьмом классе как раз тогда памятник поставили и чудо музея сделали сынишка трехлетний нам привет света нам трехлетний свинишка привет передает и мальчику привет из ярославля с донбасса у нас тут твои ульяновску привет это они уже друг другу передают из закарпатья цвета беларусь перм чечня батайск из батайска у нас до народ на дебатайска нет иди сюда друзья я запускаю на вас светлана еще один стул а ты хочешь двоем я думал ты будешь вести друзья у нас светлана норовила вот вам что-то рассказать такое я ничего не хотела 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 света не отнекивайся садись 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 вот будешь теперь держать ответ по всей по всей строгости одна девушка задала вопрос по поводу гордыни своей сестры она меня слышит нет сестра с гордыней сестра с гордыней добрый вечер всем добрый вечер у нас уже ночь глубокая что заставка с работы нет у нас отдельная такая же точно здравствуйте всем но это наверное не слышит ну ладно я тогда потом отдельно и отвечу здравствуйте но вопросы задавайте что же так вот тут привет 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 я вас тоже всех люблю у нас утром минске ну доброе утро тогда екатеринбург привет из казахстана орландо флорида чем порадуете из казани от баева привет баев привет я вас вижу ваши комментарии на кем вы в микрософте работали я работал назывался синир к ее инжене нету назвал синир софтур инженер интест софтур девелопмент инженер интест приветик дорогой убегаю уже так это кто-то уже обменивается но вы ответьте а мы послушаем нам интересно тоже а что ответит это тяжело ли быть женой известного портного да нет какие планы на строительство есть планы уже да ну вот над с архитектором еще санкт-петербург доброе утро программировали я не программировали писала тесты автоматизированные на тех тулов которые были доступны тогда но я в то было мобильных приложений были нормальные applications там как под windows да у нас день убегаю на учебу хорошо пообщаться удачи вам хороших оценок если вам оценки ставят михаил когда учить нас будете два месяца в школе одно только звонить занятие с вами было но у нас есть педагоги другие я на выходе по поводу работы буду учить был вопрос был про сестру да про сестру было как общаться с ней если у гордыня я вот про гордыню скажите вы знаете что я вот подумала просто что если человек такой с рождения был да может быть это вопросы более сложного системного плана и если есть то есть вторая сестра которая тяжело общаться с сестрой с гордыней она может пойти на системные семейные расстановки и мне кажется там ей могут помочь только хороших специалистов нужно найти там где вы живете поискать называется системные метод системных семейных расстановок сколько всего человек в школе работает 10 человек когда поедете на ферму к джону так это через всю страну джон ты на другом побережье вы внучки подержи вы внучки потер только устного русского языка или учите читать и писать она ходит в воскресную школу каждую субботу и там их чему-то подучивает она до школы еще до того как начала английский изучать умела читать и довольно хорошо читала сейчас она запоем читает американские книжки и у нее русский язык в чтении уходит я не знаю сумеет ли школа это восстановить но по крайней мере там хоть какое-то русскоязычное общение есть уже хорошо ребята а у никто ничего не пишет разбегаются мысли с чего начать как найти учителя с новосибирска учителя какого учителя михаил не спит он убежал сейчас нет его здесь рядом ни одно оставил я так это мне нет такого большого опыта программист а учителя по программированию но вы знаете как есть вот сегодня же все онлайн их есть надо смотреть отзывы кто хорошие отзывы пишет на кого у нас есть например ел по тестированию чего начать а у нас же есть русскоязычный курс начните с него он бесплатный пройдите его посмотрите ваши это не не ваши родственники в россии остались нет родственников не осталось все же здесь спасибо большое замечательная женщина очень приятно спасибо есть куча школ онлайн по программированию да конечно нужно смотреть отзывы у нас сейчас это очень популярно то есть я ничего не покупаю если я не читаю отзывы людей не не те что они сами на своем сайте помещают а то что пишут люди сердечки розовеньки спасибо да столько сердечек легко ли программисту двумя высшими устроиться в сша не имеет значения одно выше или два выше имеет значение какой у вас опыт работы вы проходили системы я сейчас очень много читаю поэтому я боюсь идти к американским расстановщикам но я сейчас читаю очень много литературно эту тему и как бы в теории я понимаю что происходит но на практике я столкнулась совсем чуть-чуть когда к нам приезжал михаил бородянский так совсем чуть-чуть показал а вот а вообще его супруга занимается этим поэтому когда она приедет нам то мы будем чем таким интересным заниматься убежали вопросы не успела чтобы больше муж в быту помогал как сделать так чтобы мы больше помогал в эту вы знаете что это сильно зависит тут нужно разбираться какой муж какая жена какой быт не всякий муж приспособлен помогать в быту мой муж не приспособлен особо поэтому надо надо сказать человеку да надо сказать и принимать его таким какой он есть скажите кто вам дал идею советском союзе уехать в америку я всегда чувствовал себя чужой не всегда хотелось уехать оттуда она меня не устраивала та страна какие взаимоотношения атмосфера в компании microsoft очень хорошие вообще кемпл замечательный я все время мечтал там работать и поставила себе такую какую-то задачку что не задачку а как бы мечту да если мне удастся поработать microsoft это будет конец моей тестерской карьеры то есть как бы это будет пик я достигла всего чего могла я сделала все что могла можно ли гуманитаре выучиться на тестировщик абсолютно сегодня требование конечно у более сложная сегодня но все равно никто не русское тестирование отменял и есть тулы которые можно освоить ведь тестирование не такое программирование глубокое там можно освоить легко ли найти работу хорошему айос разработчику хорошему разработчику есть место всюду конечно а как вдохновлять мужа если он хочет больше зарабатывать ну конечно надо вдохновлять а как же безусловно надо говорить что у тебя все получится у тебя все получится как продвигается обустройство участка так уже закончил уже практически все закончено дома в ближайшие выходные тяжело ли в долине устроиться тестером если год работы в россии я думаю если у вас есть право на работу то наверное можно почему именно америка не израиль не германия а мне в германии очень понравилось в израиле не меньше понравилось но всегда хотелось в америку если я перееду к дочери в сша 55 найду ли я себя английский плохой муж знает английский мы 62 ну все зависит от ваших амбиций в принципе жизнь 52 не кончается только начинается так что от вас все зависит скажите работодателю нужен опыт работы или хватит рекомендации работы фрилансером нужен опыт работы который вы можете перечислить резюме как где где вы работали то есть важно содержание вашей работы а я не важно это фрилансер или не фрилансер на вы должны резюме показать что вы работали что вы умеете это что-то делать не не так важна позиция как важно содержание работы расскажите как принять человека который вас обвиняет в том что вы не виноваты как принять человека который я не могу так сходу мне нужно подумать я подумал потом отдельные видео запишу но нужно записать эти вопросы нет вопросы записать мы потом забудем а вопросы тоже остаются остаются вопросы мы вернемся к ним значит это очень здорово что появляются вопросы спасибо за все что вы делаете для тысяч людей и тебе отдельное спасибо спасибо вам что смотрите нас на вопросы все посмотрите потом оттуда у вас какие-то вопросы приятного аппетита дяди миша слышно как он тут это орешек это орешек это орешек это не это как они услышали даже ты хочешь потому что я нет ты хочешь сидеть сюда как вы относитесь к одарковскому я никак не мы вне политики это наверно самый удобный да у нас своих дел полно господи ты хочешь сидеть сюда нет я хочу что звук очень хороший слышу ты там другой части комнаты хромтишь уже поужинаю у нас ребят уже полночь поэтому это уже не ужина уже такой должна быть жена и мама лучше для первой работы тестера в долине стартап или какая-то серьезная компания лучше так компания где вы научитесь чему-то полезному опыту который будет применим в хороших других компаниях тоже первая работа от бога вторая от себя но важно чтобы на первой работе был хороший опыт угостить орешками но к сожалению вот это как жванецкий говорил хруст свист писк вот только вкуса нет делайте побольше видео на канале очень интересно ваши размышления приятные удачи здоровья вам спасибо вам всем ребята расскажите про идей нововведение в вашей школе у нас тесты внедряются трансляции с перископа можно сохранять можно можно да ребят мы все вопросы сохраним и на них ответим более таком спокойном режиме то что это немножко стрессово когда идут вопросы если варианты мигрировать кроме политического верши рабочие визы и женить бы я бы давала очень хочется не знаю как через учебу можно да но потом все равно нужно какой-то смотрю вас начало 2012 года спасибо большое это больше михаилов я тут немножко начала позже четыре года уже четыре года на 90 тысяч подписчиков очень приятно так ну вот и опять затишье как развивался рынок тестер кремниевой долине сша в целом как мы его начали так он и пошел слышно вам или нет но когда мы устраивались на самой первой работе я у меня была очень смешная история я проходила интервью с менеджером которая работала в тех менеджером техсаппорта и ее подкинули и сказали будешь менеджером кейна воде партнер нет это не было сделать это была отдельная компания но я пришла на мне не понравилось сразу и я поняла что у него компетентность не мало и я и говорю а как вы будете делать это как вы будете делать это она меня вцепил с мертвой хваткой приходи ко мне работать я бы нет извини мне как другие планы не 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 пошла сейчас конкуренция большая у джунов джунов джуниор а джуниор конкуренция большая конечно только нашу школу 500 человек год выпускает конечно большая конкуренция как вы научились увольнять людей вы понимаете какая штука для того чтобы увольнять людей не должно быть персонального отношения человека это сотрудник он может быть очень хорошим человеком и это все замечательно но мне нужно чтобы он делал определенные вещи если он делать не умеет у меня не устраивает и над им персонала это только бизнес передайте привет моей дочери дианочки адвокат вашего канала может что такое непонятно помочь адвокат с вашим кастрюм имигрировать да это одно предложение ну вот будет с ней это открытая линия 7 февраля как часто делаете видео по вопросам зрителей на ютюбе по мере того как есть вопросы подходящие хорошие вопросы я люблю хорошие вопросы спасибо и вам спасибо сейчас сложное время для переезда в сша но я думаю что не сложнее чем любое другое сколько процентов занимает силиконовая долина в общей доле айти сша нифига себе никто никто не знает никто не знает так все видео с вами пересмотрел спасибо большое как вы думаете почему люди становятся агрессивными комментариях люди не реализованы им тяжело жить и у них вот эта злость выливается они самореализуются через это большое спасибо что стали понимать больше участия в съемках видео вы ведете статистику на не устроенных после ваших на не устроены после курса статистика у нас публикуется официальная статистика тех которые устроились каждый год и сколько у нас значит у нас значит там статистика так считается есть определенные правила по которым считается статистика людмила не замужем да она свободна нашу людмилу свободно значит статистика считается по определенным правилам а как может связаться с адвокатом забыл имя 7 числа она будет онлайн да светлана кафе как быстро происходит процесс воссоединения если вы только запустили не быстро так вот статистика значит там говорят так вот от момента когда человек закончил шесть месяцев вот эти шесть месяцев смотрится вот если он работает или не работает у нас в эти шесть месяцев входит то что он там два-три месяца на практике он еще может там ждал эту практику пару недель чем то есть как бы из этих шести месяцев он половина точно чем-то занят вот еще он не ищет работу но не суть значит когда мы смотрим за последний год вот последний раз мы подсчитывали это было 75 процента перед этим было 89 а перед этим было 82 вот это вот девиация которая происходит между 75 и 89 это происходит просто от того сколько народу там на практике находится и в каких количествах и как долго они там сидят потому что если смотреть например не шесть месяцев с момента там как они закончили курс а допустим три месяца с момента как они начали искать работу то никакой разницы не будет между прошлым годом позапрошлым там и последние там лет 4 5 никакой разницы не будет это будет я не знаю там процентов 90 но надо искать работу то есть для меня существенно если он ищет чтобы он ее нашел а допустим если он попал какую-то общую статистику но он никогда не искал он уехал на три месяца в новосибирск там навестить маму потом он приехал там еще решил взять курсы по джаве а потом через год пошел искать работу и за две недели нашел понимаете таких тут таких тоже есть вы большие умничка ваше мнение почему 25 процентов не такой работа у людей фокуса нет да нет они постой они не находят работу в течение шести месяцев с момента окончания курса следующие три месяца после окончания курса они находятся на практике потом они поехали навестить бабушку потом они вернулись потом они значит и искать а потом они вообще забыли что они собирались искать не нет а то что из них реально находит работу не 75 вот вот было 89 за год до этого было 89 это очень реальные цифры 89 это очень реальные цифры но просто это дается узкий промежуток времени в течение которого нужно отчетность эту проявить только и всего еще раз существенно существенно в статистике является то что если ты ищешь работу вот это очень не найти статистика статистика важно не останавливаться это как мотаться если ты ищешь работу и под ищешь работу это не значит что ты говоришь я пойду своим путем а мне вот там вася сказал он в микрософте кузнецом работает в гараже там и еще что то вот если ты тебе говорят что делать ты делаешь спокойненько то если ты делаешь то что ты делаешь перевалить за два месяца в поиске работы очень сложно и редко кому приходится искать работу больше двух месяцев это тоже бывает найти работу по тестированию программирования реально очень реально скажите ваше мнение антиреклама это популярность или человеке реклама не не поняла антиреклама чего оборвался вопрос он как-то был недопечатан до конца антиреклама классный дизайн и постройки вашего дома и бакьяна спасибо мне нравится это от души от души мне интересно что там про антирекламу я не понял да да и про антирекламу еще раз можно что там было про антирекламу не успели прочитать про рекламу и антирекламу мы знаем много да нет не дают тебе больше править антирекламу не дают ну и не надо давай тогда все заканчивать будем ну наверно но мы что в чем в чем полезны каналы которые троллят михаила нам все равно мы не обращаем на это внимание нашей реальности они не существуют это без нас это без нас как вы разработали дизайн вы знаете что я не профессиональник в отношении не имею дизайн ну как то так вот наверное где-то от рождения это от зависти у людей не устроенная жизнь это их проблема это не наша проблема наверное про то как вас на ютюбе рекламируют плохой стороны нам все равно в нашей реальности их нету и действительно нет это правильно доброй ночи сладких снов посещаете или еще курсы по эзотерике да михаил посещает а я занимаюсь сейчас психологии очень интересно мечтала о спонтанных вопросах ответах с вами и мариной марина тверь как вы относитесь к феншу и знаете я давно пыталась у нас есть какая-то одна специалистка пригласите потому что у нас тут не совсем все так получается но мы работаем в этом направлении она такая занята я никак не могу ее пригласить чтобы услышать рекомендации так интуитивно опять что такое делаю но не знаю правильно ты или нет книжку почитала и что-то такое делаю ну хорошо друзья мои уже у нас поздно мы прощаемся с вами а как не обращать внимание на негатив это вопрос отношения нет негатива никакого все хорошо как только вы скажете готовите ли вы дома какое ваше коронное блюдо котлеты я один из твери это радует дочь вас часто навещает не очень часто все заняты внучка раз в неделю приходит внучку ко мне раз в неделю привозят это мой день используете ли свою инфракрасную сауну классно вот как раз на этой неделе использовали алекс привет интересно что они все друг друга видят как-то тогда сразу все ну а друзья все мы тогда будем заканчивая про негатив скажу пару слов и мы тогда закончим значит а что что касается негатива вы понимаете историю значит есть вещи дали пожалуйста очки вот желтенькие есть вещь которые если вы будете говорить этого нет этого не должно быть это вообще мы сейчас вот пойдем с автоматом будем все это отстреливать да то во первых этого будет больше во вторых значит она не уйдет никуда из вашей жизни существенно вот что вот американцы есть такая очень это расхожая поговорочка там что-то происходит счет хэпенс понимаете нельзя человек когда идет вот куда-то если он куда-то идет вот туда вот он идет он видит он же он уже под ноги не смотрит у нее есть куда смотрим туда идет и когда он туда придет он весь в дерьме будет вы не можете пройти к высокой цели по такой дороге знаете асфальтированный подметенный и все там я уже подмели вычистили полили из автомобилей водой и вот вы по ней пошли большой герой нет такой дороге то есть такая дорога но не ведет никуда вы будете среди толпы и приедет наш куда толпа то есть то есть в никуда как только дорога более-менее светлая и к чему ты ведет и у вас есть жизни цель вы идете к этой цели вы не сможете уже на дорогу уже и нет даже реальности нет и не смотришь на дорогу ты на цель смотришь в чем проблема дерьма но наступил дерьмо отрекнулся и пошел сколько людей своей жизни не достигли ничего потому что они боялись дерьма поэтому вы как бороться с негативом с негативом не надо бороться негативу надо дать место в своей жизни вы говорите в моей жизни есть дерьмо и чем выше мои цели тем больше будет дерьма потому что мне не простят убогие несчастные злые уроды всех мастей и так далее никогда тебе не простят что ты не такой как они подожди подожди поэтому ты говоришь ты говоришь ты говоришь . вот когда человек говорит это тоже отношение позже не встрибайте дать ему сказать поэтому значит когда человек говорит у меня есть цель у меня есть то зачем я иду по этой дороге у меня есть мой путь это он где там будет много всякого дерьма посмотрите на артистов там каких-то от них вообще кусок норовят оторвать пусть пугачёва вышла там из концерта через толпу оторвут там охрана стоит понимаете но если ты хочешь быть известным артистом и так далее от тебя будут отрывать а тебе будут говорить в желтой прессе тебя будут связи любые истории и так далее поэтому не надо бороться с негативом надо знать куда ты идешь и зачем ты и сказать там будет много всякой дряни но я не обращаю внимание поскольку она мне мешает идти куда-то понимаете вся цель вся задача счастье существования этого негатива в том чтобы вы не дошли туда куда вы идете понимаете вот ну поэтому не давайте им этого такого это чужая энергия она вам не нужна это внешняя энергия это не ваших бы ведь я ничего не знаю у меня вот есть своя дорогу я по ней пошел так такая история у меня есть видео которое называется статус человека в обществе вот если вы его посмотрите вот это вот это вот она статус человека в обществе потому что когда вы к чему-то идете к чему-то дверь приближаетесь хорошему ваш статус как бы растет тем самым вы них не желая этого но все равно вы понижаете статус других людей которые никуда не идут поэтому люди которые тоже куда-то идут вы у них ничего не забираете вы наоборот помогаете друг другу и вы как бы хорошо друг друга относитесь а если вот люди вокруг вас никуда не идут а вы пошли в этот момент вы их опустили вот поэтому начнем с негативом надо просто идти куда-то и искать все попутчиков светлых любовь из сибири друзья с любовью по жизни вот так так бы я сказал из сибири этого из других мест вот с любовью люба как хорошо жалко что вы в сибири уже давайте сюда уже мы с вами сюжет какой-то снимем до с любовью и вот значит я уже подумал симпатичная вот так она вышла так из новости из сибири на это красивая не скажешь ей фотку там добавили что там в тепло хочется визу получил вчера ребята человек вчера визу получил скоро при а куда приедем то я не понял в какое место едем даже я не знаю какую страну у него визу там но куда-то он едет от наташечка узвала узнала о вас наташечка видимо наталья квик я понял положительный заряд татьяна тоже из сибири в августе буду в нью-йорке а что ж мы все неизвестно где то а мы тут вот а вас нету хотел бы во флориду нет друзья это это конечно непорядок вы приезжайте в кремниевую долину у нас тут есть маршрут для всех кто отреза постсоветского пространства у них google facebook и портнов компьютерскую вот у них такой треугольник это все рядочком рядышком на пятачке дорого да дорого а как же анекдот напоследок не рассказал вот и господи так о чем анекдот сколько женщин кругом красота у нас тут маловато женщин у нас маловато маловато но то наша школа выручает к нам приезжает много девчонок молодых красивых вот они как-то выручают эту долину несчастную а тут вообще одни парни так что как-то нет нет по теме они тут был бы по теме я бы сказал я их так не помню людмила красивая свободно красивая свободно но успешно и приедем сильными вот это по нашему значит поэтому негатив это это отношение понимаете вы можете сказать ой там какой-то негатив какой там негатив чё негатив есть знаете люди они тут вы хотели вот вам значит такой анекдот стоял чувак значит ну шел шел где-то в полном раку ну так как тоже смеркалась немножко сумеречно и вот он шел и что-то видит на дороге лежит под ногами вот это он смотрит интеллигент такой дать культурный он посмотрел так наклонился от отломил кусочек там понюхал резнул играть надо же быть дерьмо а ведь мог наступить вот это о негативе и отношении к негативу но наступил бы и наступил все лучше чем облизывать и обнюхивать и откусывать вот я бы так сказал сакраменто далеко до вашей секции джиу-джитсу нет сейчас до школы покерем до школы два часа езды если трафика нет джиу-джитсу у нас тут любые какие-то борьбы есть китайские корейские того еще что насчет джиу-джитсу не уверен не уверен кванфу пожалуйста там карате всех мастей да если чеченцы в силиконвалы но в том смысле как в москве есть нету но это так я уже а может ездить но так как-то нельзя сказать что они есть не не видно вот я когда шапку одел папа такую серую говорят на чеченцы похож вот наверное главный чеченец проходит ли звездная болезнь там от чего не по про клубы посещаете по выходным мы небольшие любители это я писал а чё писал то я не понял там здравствуйте михаев на видимо новые люди подключаются тут про папаху а ну да да я действительно согласен похож похож на чеченца такой как показывают там по телевидению ну такой на аксакала похож не не на молодого такого знаете горячего джигита такой же типа аксакал такой я вас сегодня нашла где вы нас сегодня нашли ласточка где где это произошло нашла нас где-то и главы главное не потеряйте нас в перископе нашла а вы нас вообще раньше не видели как-то случайно наткнулись что или как много смотрела видео у наташи о вас это другой человек пишет но youtube смотра ну так ласточка она смотрит нас на ютюбе а теперь мы нашлись перископе я думаю вы наверное подписались на нас перископе так вы мы нашлись вот у нас в общем как-то удвоилась почти подписка за одну трансляцию так что я похудел эх да если бы если бы подхудел похудел но я очень надеюсь что еще похудею мне не нравится вот ходить пузатому совершенно не мой образ я 30 лет был в одном таком размере очень нормально михаил частые недосыпания вредны для здоровья так я встаю поздно разве что я не досыпаю я же встаю в 9 до полдесятого дайте ссылку в youtube на перископ подает а там же мы давали и я вас первый раз перископе с вами любовь томск сибири я не понял любовь это тоже любовь что из сибири или это отдельная любовь из томска а работе хореографом в обычных школах или центрах заработать они неплохо зарабатывают то есть так и работа в общем то есть то есть очень много таких школ поменьше побольше та же самая то есть любовь из сибири она же из томска у нас софия училась в томске она хоть и одесситка в душе но училась она в томске закончила там институт так что можно сказать такая одесская сибирячка этом в аспирантуре оставляли но она пошла за голосом любви и вышла замуж ее позвали замуж вот у нее был такой романтическая такая любовь морковь она вышла замуж родила троих деток вот а так вот в томске у нее есть масса рассказов как она в томске как они студенческой общаги жили там резали кусок колбасы там на троих там еще что-то в общем такие есть веселые истории о дефицитах советской эпохи в городе томске у нас были видео там раньше я снимал политех закончила я не знаю у нее специальности химтехнологии как этого и химическая кибернетика кто понял жизнь тут никуда не спешит до я это перефразировал потому что фраза то было кто понял жизнь тот давно работать перестал вот там девочка сказала а это уже так адвокаты реально помогают эмигрировать или только деньги берут школьные учителя неплохо зарабатывать значит адвокаты хорошие играют ключевую роль в успешном прохождении вот всех этих дел есть адвокаты никакие просто человек сидит к нему пришел человек который ничего не соображает дал ему денег тот ему сделал никакую работу поэтому человек который не соображает идет к адвокату который делает никакую работу так что как сейчас рынок недвижимости в силиконовой долине прет понимаешь прет со страшной силой вы советуете крафт каф ее фамилия каф к я очень ее советую у нас там двое у нас вот они вам очень классные бесплатному врачу никак не может доказать что ты болен а платного что здоров в америке тоже так да ты же сам ходишь к врачу он же тебя не не тащит к себе адвокат хорош про которую вы говорили ну да а чё я про плохих не буду рассказать вы не знаете наверное но мне все время предлагают за деньги кого-то прорекламировать то какого-то риэлтора который там где-нибудь во флориде продает недвижимости хочет чтобы у него из россии покупали то какой-то человек вот и иммиграционный адвокат какой-то то какой-нибудь иммиграционный адвокат придет и спамит у нас на канале друзья сегодня буквально я одного значит там раз шесть или семь значит отправим на него жалобу за спам а причем он есть на ютюбе где-то там вот если там искать американский иммиграционный адвокат он присутствует но видно у него нету бизнеса там я ничего там происходит так он вот пришел и у нас на канале под видео которые про визу там студенческие закиньте это видео на youtube пожалуйста а чего но такие как бы балаболки да то есть ваше мнение будет ли дорожать недвижимость у вас так это же цикличный процесс вот сейчас дорожают вот такие мои сердечки бирюзовые для вас и вашей жены спасибо ласточка вот и там еще красненькие сердечки есть и малиновые бурмалиновые сроки ожидания по политделам довольно большие до двух лет можно эти другой путь под до двух лет это у нас тут а есть места где и по четыре года понимаете история какая это же ведь неплохо на самом деле ну чё вот вы сидите тут вы же можете работать у вас все происходит вы не можете ездить туда-сюда но если у вас семья допустим такая значит один в подачи а другой пусть ездит ну чё ж такое я я не все-таки вы решаете вопросы как сказать такие кардинальные в вашей жизни что вот этот торг он просто не уместен я я считаю вот так люди вот в лотерею играют с шансом там 11 на 100 да а тут у вас шанс там 99 из 100 и вы хотите условия свои поставить но чтобы вот так так и так и чтобы там подешевле побыстрее и с гарантиями слава богу что есть вот это понимаете могло же не быть было время когда по политике то и не давали ничего вообще плохо было это сейчас более-менее сейчас более-менее раньше вот еще еще несколько лет назад с политубежищем было не подойти они говорят о чем и страна демократическая одна демократическая другая демократическая там никого не обижают свобода религии свобода там я не знаю политических там вот пожалуйста есть разные партии независимая пресса там все дела там никого не трогают это же вот сейчас вот обострение вот это особенно обострение в связи с крымом украины вот это вот до этого там может быть еще было кое-что но понимаете это не всегда было так легко и просто что ты приехал тебе бах вот и ты пошел сейчас немножко сложнее стало действительно со сроками потому что пару лет назад еще но ну два два с половиной три года назад это было две недели вы подали документы через две-три недели мы уже были на интервью у иммиграционного офицера просто сейчас такая лавина пошла что процесс немножко затянулся ну да я вам расскажу такой случай я был я занимался борьбой самбо когда подростком был в девятом классе это был у харлам пиво анатолий аркадьевич он был создателем борьбы самбо и такой совершенно легендарный человек и он очень много мудрых совершенно вещей бесподобных по мудрости житейской говорил там в частности он сказал так что вот человек никогда не бывает в идеальной физической форме но он имел ввиду не вообще человека вот спортсмены которые выходят на ковер никогда не бывают в идеальной форме у него всегда что-то не так у него где-то там последствия травмы где-то он потянул немножко где-то там у него уши там какой-то ли там не знаю там спазм какой-то мышцы там я не знаю что но что-то у него не так и он говорит побеждать на первую ступень подниматься чемпионом быть это не значит побеждать в абсолютно идеальных условиях это значит побеждать независимо от того что условия неблагоприятные самбо переводит как самооборона без оружия самооборона без оружия так вот побеждать надо побеждать надо в тех условиях когда ты не имеешь идеальных условий иначе ты не победитель ты не чемпион ты так какая-то воля случая и случай как правило не на стороне тех кто зависит сильно от внешних обстоятельств, которые должны сложиться, чтобы он что-то такое там мог. Вот, собственно, и все. Поэтому вы идете на политическое убежище. Замечательно, оно есть. Оно есть такое, как оно есть. Слава Богу, что оно есть, потому что его бы не было. И еще некоторое время назад не было. Я с одним мужиком, ну, там встреча была в одной из еврейских организаций, была встреча. И там что-то они обсуждали, в частности, там ругались по поводу Израиля, критиковали. Вот Израиль. И там люди ругались, что вот то не так в Израиле, и это не так в Израиле. И он сидел такой пожилой, уже дядька был такой, сиял, сверкал, как полтинник такой, только что с завода монетного, как это называется, место, монетного двора. Вот. И он говорит, вот я вас слушаю, говорит он, и сердце мое наполняется радостью, говорит он, потому что я помню время, когда не было никакого Израиля, говорит он, и нечего было ругать. А сейчас вот вы ругаете, критикуете, и я так счастлив, говорит, потому что, слава богу, он и есть, и есть, вот уже появилось, чего поругать. То же самое, то же самое, вот мы говорим про недостатки политического убежища, там тут где-то затянули, там где-то еще, но, слава богу, оно и есть, понимаете. Беспорядки в Европе, я думаю, что беспорядки в Европе, это как, знаете, вот бинокль, если взять вот так, перевернуть вот, и там смотришь, думал муравей, а там целые слонища. Вот. Вот этот бинокль перевернутый, это то, как вот через границу там, российско-европейскую, на это смотрят, и как это подают. Были показательные выступления у Давида, я знаю Давида Рудмана, да, я с ним знаком. Мы ездили, у него была школа при высшей школе комсомольского движения, и Харлампев нас туда возил на соревнованиях, мы там участвовали в соревнованиях в школе Давида Рудмана, он его приглашал к нам на занятия, он вообще приглашал много людей, очень интересных. Вот, и так вот, хейтерство, госипинг, хейтерство в экстремальном виде, бежать надо от таких людей. Ну, конечно, вообще всякого дерьма надо стороной так пройти, и все. Вот, поэтому, если ты хочешь побеждать, ты должен учиться побеждать в далеко не самых благоприятных условиях. Если победа, возможно, только в условиях исключительно благоприятных, то, скорее всего, таких условий никогда не будет, и это вот как в лотерею выиграть, знаете, там, это кто-то всегда выиграет, но не я. А кто-то выиграет, конечно, есть люди, которые выиграют. Вот, так что... Хорошо, значит, давайте, я так чувствую, вопросы иссякли, и публика у нас так как-то тает потихонечку, может, кто спать пошел, кто на работу. Давайте я тогда перее... как сказать, главное иметь план и стойко идти вперед. Да. Идти вперед, имея план, очень важно. Многие люди план имеют, но вперед не идут. Многие и плана не имеют. А то к мечту. Даже к фантазию. Потому что мечта, это такая фантазия, это такое желание, которое в действии тебя, значит, затаскивает. А фантазия не требует действия, поэтому... Вот, без фантазеров. Точнее, фантазеры тоже, может быть, дай им Бог здоровья, они хорошие люди, но... Так, если уже у нас цель какая-то есть, мы к цели. Все, ребят, я с вами прощаюсь, и теперь мне надо понять, как остановить вот эту трансляцию пальцем точно. Все тогда, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok